Сейчас срочное сообщение последних минут. Россия развернула в Сирии новейший зенитно-ракетный комплекс С-400. Решение отправить туда систему для защиты российских военных самолетов было принято на высшем уровне после инцидента с бомбардировщиком Су-24, сбитым турецкими ВВС. С места событий репортаж Михаила Кинченко. О решении развернуть в Сирии наземные комплексы противовоздушной обороны стало известно лишь накануне днём. А уже сегодня утром вся необходимая техника была переброшена из России на авиабазу Хмеймим самолетами военно-транспортной авиации. Сразу из самолета на позиции, на вооружении российской армии. Эти системы ещё с 2007 года, но впервые они заступают на боевое дежурство за рубежом. Тем более в стране, где идёт война, поэтому подготовка комплексов к работе по жёстким нормативам военного времени. 15 минут после приземления на то, чтобы привести в полную готовность пусковые установки, радарные системы и системы управления. Комплексы устанавливают непосредственно на аэродроме. Мимо то и дело на взлёт выруливают бомбардировщики и штурмовики. Со вчерашнего дня все вылеты на боевые задания совершаются только под обязательным прикрытием истребителей. Они парами непрерывно дежурят в небе, патрулируя прежде всего сирийско-турецкую границу. Теперь вся российская авиация прикрыта надёжным щитом из земли. С-401 из самых совершенных комплексов противовоздушной обороны в мире на сегодняшний день способен отслеживать цели как на больших высотах до 30 километров, так и на предельно малых у самой земли, а в особых случаях способен стрелять даже по наземным целям. Радарная установка одновременно отслеживает 12 потенциальных целей и уже командир принимает решение об уничтожении. Для запуска требуется всего 5 секунд. Во время испытаний эти зенитно-ракетные системы показали исключительную надёжность и эффективность. Готовая к пуску система С-400 означает, что всё воздушное пространство в радиусе как минимум 400 километров от этой точки находится под полным контролем российских средств ПВО. Отслеживаются любые цели не только в сирийском небе, но и на территории сопредельных государств. А значит любые враждебные действия в отношении российских самолётов отныне не останутся безнаказанными. До сих пор присутствие таких систем в Сирии считалось неоправданным. Ведь у боевиков, которые воюют против правительственной армии, нет ни авиации, ни оружия, способного с земли угрожать российским самолётам. Однако после того, как турецкие ВВС выступили фактически на стороне террористов, напав на возвращавшееся задание Су-24, эта предосторожность выглядит отнюдь не лишней. Кроме того, если С-400 прикрывает сирийское небо с земли, то с моря воздушное пространство теперь дополнительно контролирует крейсер «Москва», на вооружении которого система «Форд». Это аналог другого ракетного комплекса — С-300. Теперь ударить незаметно со спины по российским лётчикам никому не удастся. Михаил Акинченко, Вадим Денисов, Валерий Севастьянов, Анна Ток. Первый канал. Сирия. Итак, я напомню, это репортаж, который мы только что получили из Сирии. Там для защиты российских самолётов развернута система С-400.